Добрый день, друзья! Меня зовут Максим. Я действительно работаю в Facebook, Instagram с рекламными агентствами, поэтому я не очень часто бываю на подобных мероприятиях, где я могу пообщаться с представителями непосредственных клиентов, бизнеса. И делаю сегодня с большим удовольствием. Анна Мария уже сказала, что это первые мероприятия, которые Facebook, Instagram проводят за пределами Москвы в России. Я особенно рад этому обстоятельству, потому что у меня с вашим городом связана очень личная история. Моя прабабушка родилась и прожила всю свою жизнь в Казани здесь. Звали ее Итакия Палдоновна. И я очень действительно любил бабушку. Мы много раз с ней общались, она рассказывала мне про свою жизнь. Например, во время войны здесь, в Казани, на казанской швейной фабрике, она шила шинели для фронта. Потом практически всю свою жизнь проработала здесь, в Казанском Кремле. Была смотрителем, ночным сторожем, и прожила здесь долгую шливую жизнь до 93-х лет. Моя бабушка тоже родилась здесь, она до сих пор жила. Вот поэтому в ноябре ей будет 93 года. Поэтому я честно, не понаслышке знаю, что ваш город совершенно прекрасный, замечательный, бывал здесь не ранее. И знаю, что здесь действительно живут сильные и очень светлые люди. Поэтому я очень рад здесь перед вами сегодня рассказать про наши продукты, про то, что мы делаем. И я хотел бы начать с того, что мы с вами действительно живем в абсолютно уникальное время. Это действительно революционные процессы, которые мы с вами наблюдаем сейчас в медиа, в рекламе, в маркетинге, в бизнесе. И в первую очередь это связано с тем, что драматическим образом поменялось то, каким образом мы с вами взаимодействуем с медиа, с каналами, в получении информации. Мы совершенно по-другому общались. Если когда-то давно, например, скажем, сто лет назад или еще больше, в основном люди работали с теми клиентами, которые жили с ними в одном городе. Часто это было даже на одной вырезке. И даже если это были широкие бизнесы, которые общались с более широкими аудиториями, то чаще всего было достаточно понятно, каким образом взаимодействовать с людьми, потому что были большие, какие, знаете, массовые каналы, большие телевизионные каналы, большие газеты, радиостанции, с которыми мы взаимодействовали для того, чтобы установить телекламу сразу же на очень широкую аудиторию. Но абсолютно все поменялось в тот момент, когда появился мобильный телефон. И после этого все эти каналы были в основном локальными, потому что вы же знаете, что в основном телевизионные станции, газеты и радио, они в основном локальные, то есть они в основном принадлежат компании, которые находятся в регионе или стране, то мобильные телефоны, конечно, существенным образом стирают эту границу и позволяют общаться с вами с людьми по большому счету во всем мире. Как вам уже много раз с вами говорили, Facebook и Instagram – это платформа глобальная, мы объединяем миллиарды людей во всем мире, и, собственно, то, о чем я буду сегодня вам говорить, это то, каким образом это устройство, новый мобильный телефон, и такие платформы, как наша, меняют мобильные, ну, меняют медиа потребление, они меняют ваши возможности общаться с вашими клиентами. Собственно, здесь вот на этом слайде показано, как мобильный телефон используют сейчас люди, многие уже держат телефон не так, как здесь показано, а в портретной ориентации, потому что было в наших данных 80% всего использования мобильных телефонов в мире – это использование телефона в портретной ориентации, то есть не «какая телефонная банковка», «какая непосредственно вы его смотрите». Вот так. И то, что сейчас происходит в мире – это очень-очень стремительное распространение интернета. К концу 2020 года уже однозначно больше половины всего населения в планете будет включено в интернет. И сейчас порядка 7,7 миллиардов людей – это население мира, соответственно, уже около 4 миллиардов людей – это будут глобальные пользователи сети в 2020 году. При этом, если поймем, например, про Россию, то уже больше 80 миллионов людей в России являются пользователями всемирной сети, и 70% жителей России пользуются смартфонами. То есть можно, в принципе, надежно говорить, что практически все, очень подавляющее большинство всех людей, которые используют интернет, они используют интернет в том числе и с помощью своих смартфонов. Уже в 2016 году в мире было продано больше смартфонов, чем практически всех других электронных устройств, которые мы с вами используем для доступа к интернету. Телевизоров, планшетов, компьютеров, игровых консолей. Вот если все вместе взяли, то смартфонов было продано больше. Понятно, что сейчас продажи смартфонов уже очень существенно превышают продажи этих устройств. Что это значит конкретно для вас, для ваших бизнесов, для того, что вы делаете? Однозначно, что главное, о чем вам нужно задуматься, если вы уже задумывались и вы уже активно развиваете у себя на конкретном направлении, то я вам предложу приоритизировать создание мобильных стратегий. То есть, если до недавнего времени можно было бы говорить просто, что у вас есть рекламная стандартовая стратегия, общая рекламная стратегия, медиа-стратегия. То есть сейчас я бы очень позаимствовал вам задуматься о том, чтобы у вас появилась конкретно мобильная стратегия, каким образом вы планируете общаться с вашей аудиторией в мобильной среде, и каким образом вы планируете использовать платформы, которые в мобильной среде существуют, такие как наши, для того, чтобы ваши задачи бизнеса решать. Небольшой вопрос вам. Можете поднять руки, пожалуйста, те, кто уже имеет бизнес-страницу в Facebook вашего бизнеса? Прекрасно! Точно больше половины аудитории, это совершенно замечательный результат. Теперь попрошу поднять тех, у кого есть уже бизнес-аккаунты в Инстаграме. Замечательно! То есть этот этап можно полностью пропустить. То есть я вижу, что уже все вы создали страницы в инстаграме. Действительно это крайне важно, потому что то, на что нужно обращать максимальное внимание, это где именно люди проводят время, то время, когда они используют мобильный телефон. Мария говорила вам, что это действие мы делаем практически везде, в течение всего дня, и по нашим данным одну из четырех минут, которую люди проводят с мобильными телефонами, они проводят именно с нашими платформами, с Facebook и с Инстаграмом. Если брать другие платформы, которые тоже, ну, есть Facebook, например, WhatsApp, Messenger, то эта цифра даже адресит. Если говорить о том, что мы делали для того, чтобы вам было удобно использовать наши инструменты для нашего бизнеса, то, например, совсем недавно мы сделали достаточно серьезную оптимизацию страниц Facebook для мобильных устройств. Мы добавили различные разделы для разных типов бизнеса, для разных сверхдеятельностей. Во-первых, мы добавили раздел «Магазин», мы добавили раздел «Услуги», в которых появились новые призывы к действию, которые именно для каждого конкретного бизнеса являются максимально реликами. Мы абсолютно уверены, что в страницах Facebook должна быть одной из основных основных узловых пунктов вашей мобильной стратегии. Что касается того, какие вещи являются важными и какие вещи нужно иметь в виду, да, когда вы заработали с мобильной стратегией, мы имеем в виду эти три момента, которые здесь на слайде сейчас вы видите. В первую очередь вам нужно понимать, что вы действительно в этот момент общаетесь с пользователем в мобильной среде, то есть он в этот момент употребляет мобильный телефон, и тут я бы сказал, что даже, наверное, не нужно каких-то долгих теоретических исследований, вам, в принципе, на мой взгляд, достаточно просто обратить внимание на себя, прификсировать то, каким образом вы сами используете мобильный телефон, посмотреть на то, как мобильный телефон используют ваши друзья, ваша семья, ваш ближний круг, и, в принципе, с большой вероятностью это будет похоже на то, как это происходит в мире, да. Первое. Ну, в мобильной среде мы не смотрим чаще всего какие-то там длинные форматы, длинные видео, да, потому что, если вы будете смотреть как-то более крупных экранов, чаще всего это употребление на хаку, да, это достаточно быстрая проверка почты, да, или проверка социальной сети, это достаточно быстрые отрезки времени, и у вас не очень много времени на просмотр каждого сообщения. Секунда, две, три, вряд ли больше, да, и мобильная среда накладывает вот эти ограничения с точки зрения экономики внимания, есть еще такой интересный термин, каким образом внимание людей представляется, и каким образом это внимание вы могли бы использовать в ваших собственных экономиках. Нужно учитывать, что мобильная интервельная – это короткая интервель. И основой вашей мобильной стратегии должно стать «внимание», что и контент, те сообщения, которые вы доносите в мобильной среде, должны быть короткими, и они должны приковывать внимание с самого начала. Это визуальное общение. Это второй пункт, который важно понять. В интернете и в мобильной среде происходит очень-очень быстрое смещение от, скажем, как текстовых форматов к видеоформатам, которые сейчас являются наиболее развивающимися, наиболее растущими. И, конечно, одной из ваших задач, вашей мобильной стратегии – как сделать так, чтобы внимание потребителя было быстро приковано к тому сообщению, к которому вы хотите с ним поделиться. И третье, безусловно, – это индивидуальный подход. Мобильный телефон очень сильно отличается от телевизора или от радиоприемника. Это ваше персональное устройство. И здесь необходимо обращаться к пользователю индивидуально. Понятно, что мы здесь говорим, может быть, не про индивидуальное обращение к конкретному человеку. При этом это должно быть адресное сообщение, направленное именно к конкретной целевой группе, именно к конкретному сегменту ваших пользователей. Потому что, конечно, люди ожидают на своем мобильном телефоне сообщений, которые релевантны. Это то слово, которое мы очень часто используем, когда мы пытаемся сказать, что важно, на мой взгляд, релевантность. То есть, люди хотят на мобильном телефоне видеть то, что имеет отношение к ним конкретно, к их конкретному моменту и к конкретной ситуации, в которой они сейчас находятся. Это крайне важный момент. Индивидуальный подход должен тоже стать основой вашей мобильной стратегии. Будучи из визуального общения, совершенно однозначно, что сейчас то общение, которое мы с вами осуществляем в мессенджерах, оно тоже включает в себя много различных визуальных аспектов. Это и картинки, это и различные эмодзи. И, безусловно, мы считаем, что освоить язык визуального общения невероятно важно, и мобильную информацию действительно его создали. То есть, тот язык, которым раньше с вами говорили другие медиа, например, журналы или телевизионные каналы, он очень, очень сильно отличается от того, что мы с вами видим в мобильных телефонах. И эти изменения, например, описываются следующим образом, что сейчас, прямо сегодня в ленте новостей Фейсбука видео публикуют люди в три раза чаще, чем всего год назад. То есть, вот такие устремительные изменения происходят. То есть, ежедневно на Инстаграм сейчас появляется 95 миллиард миллионов новых фото и видео. То есть, это огромный, на самом деле, объем размещаемой информации. и поэтому мы считаем, что самый лучший способ для вас привлечь внимание ваших покупателей, ваших потребителей, это использовать фото, видео и вот этот визуальный язык ваших сообщений. Видео, да, больше всего внимания привлекает. Понятно, что это самый-самый короткий информирующий формат, потому что он содержит в себе визуальную картинку, он содержит в себе звук, хотя многие люди смотрят на свои мобильные телефоны с выключенным звуком. Тем не менее, мы рекомендуем, чтобы звук был, потому что он усиливает вашу коммуникацию. Но при этом вам, конечно, нужно учитывать, что многие люди смотрят на мобильный телефон без звука, поэтому ваш ролик, например, может считываться с экрана в том числе и в той ситуации, когда звук у человека выключен. То есть надо сами перетестируйте свои магии, вам нужно посмотреть на роль без звука, понять на росту то сообщение, которое вы хотите рассказывать, является ли он привлекательным, является ли он призывающим действие или нет. Мы используем и предлагаем вам достаточно большое объеме различных бесплатных инструментов, которые вы можете найти в Store и использовать для того, чтобы создавать видео на своих мобильных телефонах, об этом будет рассказ в следующей сессии. Очень важно, что то потребление контента, которое сейчас люди делают в Инстаграме, и то, каким образом развивается мобильная коммуникация, это достаточно большое количество того контента, который люди действительно размещают не навсегда, а они размещают для того, чтобы выразить себя в каждом текущем моменте. Здесь я хотел бы поговорить про Instagram Stories. Это совершенно замечательный формат, если вы его не используете, я вас призываю использовать в ваших рекламных стратегиях, потому что Stories это, наверное, один из самых-самых быстрорастущих и самых стремительно набирающих популярность форматов в мире вообще. т.е. если, например, говорить про Facebook вообще бобалит как платформа, то для того, чтобы набрать 500 миллионов пользователей в месяц для этой платформы, нам потребовалось порядка 7 лет. Если говорить про Instagram, то это произошло уже существенно быстрее. Это произошло чуть больше, чем за 5 лет. если говорить про Stories, то набор вот этой популярности до отметки 500 миллионов пользователей в месяц это один из самых-самых стремительно набирающих популярность форматов в мире вообще. Stories это совершенно уникальная вещь, это контент, который доступен только 24 часа, после этого он исчезает, соответственно может Stories действительно быть гораздо более креативным, вырождать себя более открыто и действительно тот контент, который использует полностью весь экран одинакового телефона, потому что он изначально вертикальный и очень-очень призываем использовать этот формат. Сейчас Instagram это крайне популярная площадка везде в мире, в числе в России. У нас один миллиард активных инстаграм в мире и ежедневно половина использует Instagram. У него каждый день 500 миллионов человек. Создание контента для мобильных устройств. Здесь на вот этом слайде приведен пример компании небольшого бизнеса, который был основан в Уэйсте. И эта компания называется Kyudgenim. Она занимается тем, что она производит джинсы. И основатель этой компании однажды сказал, что он считает, что Facebook для этой компании является вторым по важным инструментом после швейной машины. Сразу же. Потому что очень большое количество аудитории в этот канал приведут. Мы считаем, что очень важно стать ближе к людям. И для того, чтобы стать ближе к людям, нужно понимать, что люди делают. скажите, пожалуйста, кто из вас ну давайте, например, за последние три дня ни разу не использовал телефон непосредственно приложение телефона в вашем телефоне, а использовал, например, только мессенджеры? Можете поднять руки, кто так сделал? Нет каких пока. То есть все используют пока телефон непосредственно в своем параде. У некоторых аудиториях, которые тебе задают этот вопрос, я вижу, что до половины будет их рук. То есть, на самом деле, мессендеры – это то, что очень активно сейчас выбирает активность, в мессендеры приходит в большинство голосовое общение. И по нашим данным сейчас 6 из 10 самых популярных приложений во всем мире – это мессендеры. То есть это достаточно большое количество времени, которое люди проводят в этом инструменте. У нас есть популярные мессенджеры – WhatsApp, Instagram Direct, Facebook Messenger, и мы считаем, что для того, чтобы использовать наши возможности максимально активно, стоит сделать наши сообщения более личным, а для этого нужно обмениваться сообщениями с пользователями. По нашим данным, 53% пользователей с большей гравитностью покупать товары, если компания, которую они покупают продукт или услугу, может обмениваться с ними сообщениями. И главное, что они сами непосредственно могут отправить вам сообщения. Поэтому использование мессенджеров тоже должно являться очень важным пунктом вашей мобильной стратегии. Что касается того, каким образом будет меняться общение с клиентами, клиентская поддержка в будущем, то есть вот даже такие вот смелые прогнозы, что к 2020 году 85% взаимодействия с клиентами будет обрабатываться без участия человека. Прогнозы разные, может быть, этот прогноз слишком оптимистичный, но при этом однозначно можно говорить о том, что общение с клиентами будет автоматизироваться в будущем, и все больше и большее количество общения будет расширяться с помощью искусственного интеллекта. И безусловно, чат-коды, например, которые можно построить на основе наших мессенджеров – это тоже возможность, каким образом изменить ваше общение с пользователями. Сообщение как инструмент продаж. На этом примере здесь показана компания ZN Fitness, которая использовала «Карусель» в Фейсбуке, специальный наш формат, в котором можно разместить несколько картинок одну за другой для того, чтобы привлечь внимание людей, затем пригласить их в мессенджер, и после этого в переписке клиенты получали ответы на свои вопросы, после этого переходили на сайт, завершали покупку, и, в общем, этот пример был достаточно успешным. Заявите о себе всему миру – это то, что… Я хотел бы вернуться к началу сегодняшнего дня. Вам говорили про экспортный бизнес, о том, что, собственно, экспортные бизнесы набирают популярность во всем мире. Вот, по нашим данным, 360 миллионов людей заказывают товары в заграничных магазинах. То есть люди все больше и больше ищут товары и услуги в зарубежных компаниях. Это, собственно, тоже одна из тех тенденций, которая стала возможной благодаря истребительному росту мобильных телефонов. Меняются принципы международной торговли. Десять лет назад международную экспансию не могли, на самом деле, сделать небольшие компании. Для этого нужно было быть большой, огромной компарацией для того, чтобы подавать свои услуги по всему миру. Потому что для этого нужна была инфраструктура. Потому что для этого нужен был очень глубокий анализ рынка. Нужно было понять, какие медийные каналы работают в другой стороне или даже в другом континенте. И, собственно, то, что вам сейчас предлагают Фейсбук и Инстаграм, это в значительной степени снижает этот порог с точки зрения размера бизнеса для того, чтобы вашу международную экспансию сделать. Фейсбук и Инстаграм. Это мобильные технологии. Сейчас Фейсбуке 1 миллиард подписан хотя бы на одну компанию из-за рубежа. Это означает, что достаточно большое количество связей людей с компаниями приходится на людей из других стран. Им действительно интересно следить за международными компаниями. Очень часто они приобретают товары у продавцов из другой страны. По нашим данным, порядка двух-третей покупателей. Хотя мы раз покупали не у локального гостя человека, а у какого-то продавца из другой страны. И сегодня у каждого из вас есть тоже такая возможность. Мобильные технологии помогают компаниям расти. Они помогают локальным компаниям выходить на глобальные рынки. Это действительно абсолютно прорывные штуки. Это действительно происходит ровно в тот момент, когда мы с вами живем. И лично меня это очень сильно вдохновляет. Я могу сказать, что я очень большой экологент мобильных технологий. Я очень люблю сам наши платформы. Я очень люблю Google Instagram. Я действительно считаю, что те возможности, которые мы даем, в том числе и те возможности, которые я сам получаю как пользователь наших платформ, это действительно что-то совершенно потрясающее. И я искренне призываю вас использовать это на благо вашего бизнеса. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.